До кода биткоин дойдёт во время бычки? Ээээ... до миллиона. Я не думаю, что у людей сейчас достаточно воображения. Ооо, мне надо частично зафиксировать прибыль. Ооо, он так быстро дошёл до 70 тысяч. Но почему он так быстро дошёл до 70 тысяч? Да потому что целая группа людей может просто нажать кнопку, поставить галочку и купить биткоин ETF. Существует огромная правительственная проблема в слишком большом долге. С каким сообщением начинаются выборы по всему миру? А то, что я напечатаю бабки и подарю тебе всё, что угодно, этот бычий рынок только начинается. И думаю, что у людей даже недостаточно представления о том, как далеко он может зайти. Ребятки, тук-тук, и у нас сегодня в гостях Артур. Артур, с макроситуацией у нас творится безумие. Похоже, что все скупают биткоин. Кто-то говорит, что это происходит из-за ETF, а кто-то говорит из-за того, что инфляция, возможно, возвращается. Кто-то покупает просто потому, что считает, что это круто. Что, чёрт возьми, происходит с макроситуацией, и почему биткоин становится частью старой финансовой системы? Что ж, прежде всего, и, наверное, я об этом напишу в своём следующем эссе, я думаю, что всё очень и очень просто. Я думаю, самый простой ответ будет заключаться в том, что реальные доходы сейчас в США, Европе, Китае и Японии отрицательны и остаются отрицательными с момента глобального финансового кризиса. И самым простым определением уровня реальных доходов является разница в десятилетних государственных облигациях и номинальным уровнем ВВП. И теоретический уровень очень простой. Если я могу дать в долг государству, я должен буду получить компенсацию, по крайней мере, на уровне экономического роста. Очень просто. И если десятилетний уровень прибыли находится ниже этого уровня, то это значит, государство зарабатывает на держателях облигаций. А если этот уровень выше, и реальные прибыли положительные, значит, держатели облигаций получают прибыль за счёт государства. Вот так всё просто. И очевидно, что если ты политик, то твоей целью является удержание прибыли на уровне ниже, чем уровень роста экономики, на его номинальном уровне, потому что ты можешь тратить деньги, как пьяный моряк, и это является для государства прибыльным. И очевидно, как ты сам знаешь, лучший способ выиграть выборы или заручиться поддержкой населения — это раздавать халяву. Но очевидно, что ничего не бывает бесплатным. Мы за это платим через финансовые репрессии. Но как бы это и является целью. Так что каждая из крупных и отдельных финансовых блоков имеет свои любимые пути репрессирования вкладчиков для обеспечения того, что прибыли по государственным облигациям ниже темпов роста экономики. Например, возьмём США. И в самом простом виде это ФРС. ФРС печатает деньги с 2008 года. Я думаю, что сейчас сумма составляет уже 8 триллионов. При этом на начало финансового кризиса сумма составляла около 2-3 триллионов. Что они делают? Они покупают облигации. Для чего? Для того, чтобы процентные ставки сократить. При этом номинальный уровень экономики США с 2009 года непрерывно рос, не считая период локдауна во время ковида. То есть всё было очень-очень успешно. И что же мы в результате с вами видим? Биткоин с самого момента своего образования оставался самым популярным с 2009. Он вырос больше, чем любой из активов за всю историю человечества. Что логично, потому что США напечатали самое большое количество денег за всю свою историю. И если посмотреть на Китай, ситуация очень похожа. Вся их индустриальная политика вращается вокруг идеи займов денег у людей через банковскую систему по меньшим ставкам, чем растёт китайская экономика. Номинальный уровень роста китайской экономики составляет от 5 до 20% в год с середины 90-х. Но на банковском счёте ты будешь счастливчиком, если получишь больше, чем 4-5%. И что сейчас происходит в Китае? Очевидно, что в нулевых там биткоина не было. Но даже если мы посмотрим сейчас, биткоин там купить довольно сложно в Китае. Поэтому они покупают недвижимость. Недвижимость стала тем активом, цену на которое правительство старалось поддерживать на уровне отражения того количества капитала, которое было создано в растущей экономике. И вот почему мы наблюдали рост этого рынка. Правда, сейчас там возникли проблемы и происходит коррекция. Но, по крайней мере, китайскому гражданину становилось понятно, что если экономика растёт в 20%, а в банке ты получаешь 4%, то с деньгами ты можешь сделать что-то ещё. Если взять Японию, то Банк Японии, вероятно, напечатал самое большое количество денег в номинале. Если сравнивать Центробанки, им принадлежит более половины рынка облигаций. И здесь всё то же самое. Номинально ВВП растёт и в Японии, но реальная прибыль негативна по банковским вкладам. Они обеспечивают десятилетние прибыли на уровне 1,1% за последние несколько десятилетий. Так что то же самое. Индекс Никея взлетел вверх на фоне ослабшей иены. И с евро та же история. Европейский Центробанк скупает облигации правительства, при этом номинальный уровень роста экономики продолжает расти. Так что по всему миру история одна и та же. Вопрос лишь в том, когда инвесторы осознают, что держать облигации значит быть глупцом. Так что круто, если ты это поймёшь, но что потом делать, будучи инвестором? И перед тем, как все эти ETF появились в США, очевидно, скоро появятся в Британии, а также, вероятно, в Китае, особых вариантов не было. Да, ты можешь пойти купить золото, но тебе где-то его надо хранить. И это та ещё жопа боль. Ты можешь купить какие-то акции, например, NASDAQ. Хорошие менеджеры так и делали. Покупали S&P, который превосходил результатами. Но в конце концов ты остаёшься в тупике с этим дерьмом под названием государственные облигации. После чего появились ETF, которые в конечном итоге заставили признать ситуацию, что в прошлом государство опиралось на банки, которые финансировали государство. Но внезапно эта ситуация начала наносить урон банкам. И есть один колумбийский профессор, Шарльз Колармас, Кламас, не могу выговорить его ебучее имя. Прошлым летом он выпустил статью о фискальном превосходстве, суть которой заключалась в том, что из-за того, что долг настолько большой, федеральное правительство США буквально объединяет ФРС и казначейство, делая ставку на банковскую систему с их банковской резервной системой, которая сейчас находится около трех триллионов, чтобы обеспечить финансирование государства. Теперь, проблема в том, что банки, по крайней мере в США, это организации нацелены на прибыль, где акционеры хотят зарабатывать. И им не нравится, когда по сути государство говорит, что, смотрите, у вас отличный бизнес, но то, что вам нужно сделать на самом деле, покупать наши дерьмовые облигации. Но они дали отпор. И недавно от ФРС поступило законодательное предложение, где говорится, слушайте, а почему бы большим банкам не предоставлять больше капитала и не держать большего количества наших резервов? Банки через суд наехали на лоббистов, лоббисты проиграли, и теперь им не нужно предоставлять больший объем капитала. Они не хотят это делать, потому что это вредит их прибыльности. Так что на более высоком уровне, почему бы теперь им не поддержать биткоин ETF? Внезапно на биткоин ETF подает заявку BlackRock. Прошлым летом у клоунов на это ушло 10 лет, и все еще неудачно. Теперь они думают, что получат через полгода. И теперь все банки на пути к тому, чтобы дать всем этим инвесторам облигации еще что-то, чтобы купить. Мы знаем, что у этого прибыльность отрицательная. Мы знаем, что дефицит и долг государства продолжает расти. Чтобы это покрыть, поднятие налогов будет недостаточно. Расходы выходят из-под контроля. Никто из кандидатов в президенты не ведет компанию, говорят, что сможет сбалансировать бюджет. Ни один из этих клоунов. Это не поменяется, и люди начинают это понимать. А теперь появляется продукт, по крайней мере, для управляющих финансами менеджеров в TradeFi, через который они могут покупать биткоин, не меняя свои точки зрения, где не нужно заморачиваться с вопросами хранения, не нужно заморачиваться ни с чем, что делает биткоин особенным. Они сделали бэк-тест, который показал, что корреляция на месте, в той степени, что их устраивает. Результаты хорошие, особенно по сравнению с тем, что было до этого. Так что вот это картина и есть макро-представление. Вот почему я думаю, что эти притоки продолжатся, по мере того, как глобальный класс инвесторов осознает, что в этот раз им придется сожрать огромное количество дерьма, если они продолжат держать свои дерьмовые облигации. Нужна диверсификация, и вот вариант. И эта покупка биткоин и ТЕФ не влечет никаких карьерных рисков для них, потому что это продается BlackRock. Ты не потеряешь свою работу, покупая их продукты. Так что я думаю, что это и есть макрофон для ситуации. И вот почему я думаю, что у людей нет необходимости фиксировать прибыли, уходя в фиат, а даже добавлять больше. Сейчас идет активное движение цены, а чем больше цена растет, люди об этом слышат больше. Они думают больше о том, что «какого хера я не купил больше еще три года назад?» Для результата рынка облигаций с 2012 в США. Почему я не зашел all-in в биткоин и ТЕФ? Ведь все, что нужно сделать — нажать пару кнопок и купить этот ИТФ, внезапно получив лучший результирующий актив. За всю историю TradeFi для моего портфеля, вот что я думаю о текущем фоне. Он очень хорош, и я думаю, он перевернет рынок. Что ж, давай поговорим о конкретных людях, а также об институциональных инвесторах. Исторически они следуют глобальному правилу портфеля 60 на 40. Да. Это фиксированная часть в 40%. Большая из этой части, если не вся, является в какой-то степени облигациями. Существует сценарий, где они забивают на эти облигации и берут 40% биткоина. Или, может быть, как ты думаешь, они все придут к тому, что осознают, что нужно действовать. Как это будет выглядеть через 5-10 лет? В общем, я не думаю, что мы и все придут к 40. Но те, кто начинают действовать уже сейчас, могут прийти к 40. Но если ты, допустим, находишься в замешательстве, или, скажем, являешься генеральным директором Вангард, говорящим, у меня не будет биткоина в портфеле никогда, бла-бла-бла, его задницу выпинулись спустя несколько недель, то ты окажешься в ситуации, когда через несколько лет скажешь, «Ё*** твою мать, мне надо было избавиться от этих облигаций». Но знаете что? По мере того, как правительство видит, что традиционные держатели их акций больше не собираются их покупать, с такими низкими ставками, они начинают менять экономику, в любом случае, что-то они будут делать. Верно? Так что, если вы являетесь пенсионным фондом, вы можете инвестировать только в подходящие вещи. Что ж, готов спорить, что биткоин-ИТФ не будет подходящим в ближайшем времени, потому что они хотят, чтобы вы оставались привязанными к облигациям. Или же, если речь идет об накоплениях по выходу дня пенсию, возможно, у вас будет возможность вложения в биткоин-ИТФ, если они посчитают это приемлемым. Но подходящие ли низкоприбыльные облигации? Ведь они являются безопасными. Верно? Вот как это работает. И если средства начнут утекать в биткоин, в NASDAQ, в искусственный интеллект, да куда угодно, и люди не будут покупать их облигации, и ситуация начнет происходить по всему миру, то они будут вынуждены поменять правила экономики, потому что все средства, находящиеся в традиционных финансах, должны подчиняться этим правилам, иначе капитал застрянет. Так что я не думаю, что существует какой-то мир, в котором доход плана по выходу на пенсию сможет попасть в биткоин. При этом есть мир, в котором другие активы к биткоину доступ получить могут. Если биткоин в несколько сот тысяч долларов, или даже миллион, неважно, достигнет через несколько лет, а также будут иметь место войны, требующие финансирования со всех сторон, Китай, США, Европа, Япония, война всех со всеми, где вам нужно находить средства для поддержания военных действий, то ни при каких обстоятельствах они не позволят этим пенсионным накоплениям выйти. А что о банках, многие из которых в настоящий момент станут неплатежеспособными, если бы связывали свои облигационные портфели с рынком? Ведь у них есть тонны и тонны этих облигаций. Хотели бы они от них избавиться, чтобы им правительство это позволило сделать, поменяв банковское законодательство, чтобы покупать биткоин и включать его на балансовый счет? Я не думаю, что они позволят им это сделать. То, что они сейчас делают, является очень прибыльным для них с экономической точки зрения. Недавно мы видели с вами выход письма от Ассоциации Swap Steel, по-моему, это было неделю или две назад, по сути, упрашивающая регуляторов и ФРС США по восстановлению коэффициента дополнительного кредитного плеча, параметра SLR для казначейских облигаций США, для их держателей. Что это значит? А это значит, что если у меня есть казначейские облигации, то я должен держать определенное количество капитала, соответствующего количества, потому что в них есть определенный риск. Да, он небольшой, но все-таки он больше, чем ноль. И если параметр SLR будет восстановлен, а казначейские облигации более не будут считаться рисковыми активами, то их можно будет закладывать с бесконечным размером кредитного плеча. В итоге я могу получить один-два базовых пункта от банка и могу начать создавать деньги из ничего, ведь именно это я и делаю, будучи банком. И я могу покупать эти облигации и иметь прибыльную бухгалтерию, без образования рисков. Да, будет иметь место экономический риск, который будет отнесен к налогоплательщикам. Ведь потому что, что каждый раз, когда банковская система уходит под воду, появляется Центробанк и печатает деньги, чтобы их спасти. Так что бонусом для банкиров будут те самые компенсации, которые экономически выглядят полной глупостью, но с бухгалтерской отличными. И это то, как государство будет поддерживать банки в скупке своего долга. Хорошо. Другая группа — это корпорации, и корпорации направляют свои наличные средства в виде инструментов и бюрократического номенклатурного использования. Майкл Селлер со своей «Майкростратеджи» олицетворяющий подход, типа «забейте на облигации, покупайте биткоин». Сейчас практически все его казначейство занимает биткоин. Что думаешь о его действиях? Что-что. Я думаю, что это великолепная стратегия. Ты занимаешь деньги в теряющем стоимость активе, инвестируй их в лучший актив. Это примерно то же, что делал Уоррен Баффет с японскими торговыми компаниями, так? Занимал 1% в йенах и вкладывал в компании, имеющие 5% доход. Гениальная стратегия. Теперь, не думаю, что многие компании имеют возможность сделать то, что хочет сделать генеральный директор, являющийся представителем Совета Директоров. Ведь в этом случае он может буквально делать все, что нахуй захочет. Верно? Публичные компании. Если ты, например, делаешь машины, так не сделают. Она выпустит 10-летнее долговое обязательство, чтобы купить биткоин, и это не произойдет. Будут ли они диверсифицироваться в биткоин как актив? Только если не захотят раскатать рынок. Но не думаю, что корпорации идут по пути MicroStrategy. По той причине, что у них нет того единственного человека, верящего в биткоин и делающего, что захочет. Ясно. А что ты думаешь о рисках конкретно у Сейлора? По-моему, я видел в последние несколько дней, кто-то активно шортил рынок. И похоже, что он оказался в ловушке из-за происходящего шорт-сквиза. И если все-таки шорты начнут все больше превалировать, они могут повлиять на цену фондового рынка. Каким ты видишь риски для рынков и эффективности? Либо же все те, кто критикуют MicroStrategy, лишь создают волатильность и являются краткосрочными продавцами. А все это является краткосрочным влиянием на цену и не несут в целом рисков для стратегии. Что ж, все в конечном итоге зависит от объема средств и наличности в операционном бизнесе. Процентов на затраты. Так что... Все зависит от этого соотношения. Так что если они тратят больше, а процентные выплаты, связанные с их частью бизнеса по программному обеспечению, выше, то да, риск есть, если цена биткоина пойдет вниз. Смогут ли они продать достаточное количество биткоина, чтобы выплатить займы? Ну, не уверен здесь впоследствиях на кэшфлоу. Не уверен, что это играет роль. Они могут выпустить акции. Ведь столь много людей, которые уже погружены в мемы о том, что MicroStrategy крутые застранцы, корпоративные третфай-чуваки, искупающие биткоин. Так что я даже думаю, что если бы их бизнес ушел в бизнес с точки зрения кэшфлоу против выплачиваемых процентов, он бы придумал про себя какой-нибудь мем и задампил бы пару акций на Рубин Худ, продав их лохам. Очевидно, что биткоины ТФ были очень успешны. Я был очень удивлен, каков приток они смогли собрать. А также, я думаю, повлияли на цену. Лично я ожидал, что, конечно же, цена вверх пойдет, когда они будут одобрены. Но вряд ли мы достигнем исторического максимума перед халвингом. Но, очевидно, мы через это проломились. Что ты думаешь на этот счет? Ожидаешь ли ты, что, помимо уже привлеченного, этими тебе будет привлечено еще сотни миллиардов долларов? Определенно, такого быстрого роста я не ожидал. Что они станут самым быстрым растущим активом под управлением, что это станет самый лучший результативный продукт за всю историю, которую я только видел, среди крупнейших активов. Так что, очевидно, все сходят с ума относительно этого крупного и ярко выраженного в будущем дефицита. Также имеет место инфляция, и все связанные с ней проблемы и все вокруг ковида, а также общий недоверие к правительству, которое лгало нам насчет вакцин и всего остального. Кроме того, сейчас активны тут процессы выборов по всему миру. Люди хотят чего-то другого. Так что, на мой взгляд, все это отлично играет на нервах. Плюс ко всему, у нас есть вся эта финансовая традиционная пресса, толкающая идею о том, что да, биткоин — это отличный хедж против инфляции. Так что вы думаете, покупайте его вот здесь, заплатите этим ребятам немного денег и позвольте им все сделать за вас. Так что, и наконец-то проценты теперь сошлись. А плюс ко всему, на CBC появились ежедневные выпуски о том, что ты и я говорили на протяжении десятилетий. Таким образом, все это сошлось совместно. И может продолжаться до тех пор, пока история держится. Что это значит, не могу сказать, но я думаю, что мы в самом начале. Если взглянуть на то, как люди алоцируют свои средства в него, идут в отдел кадров, заполняют эти формы, ставят галочки, это все пи***ц как заебывает. Только после этого их деньги начинают копать с их пенсионных накоплений. Но как только это сделано, все работает на автопилоте. И это одновременно и прелесть, и все плохое, заключающееся в пассивном инвестировании. Это продолжающийся поток денежных средств, как только вы вступили в этот липкий ручей пенсионных счетов и пенсионных фондов. Вот этого всего. После этого появляются люди, которые занимаются серьезной ДМИТФ, и придумывают вокруг этого финансовую инженерию. Например, аупционы, или то, что они называют, знаешь, частично структурированными продуктами. После этого за этим встает частный капитал. Все эти группы, создающие структурированные продукты, все эти автоматические сделки, ранжированные начисления, все вот эти разные вещи, как только появляется ликвидность, которая всех и привлекает. В общем, аналогичные вещи с индексами S&P и всеми остальными, связанными с этим индексами. Вся эта целая группа, целый набор продуктов, которые нам еще предстоит увидеть. Но то, что мы видим сейчас, это несколько миллиардов долларов, все это позволяет отстраивать деривативы в виде надстройки над ETF. Поэтому, на мой взгляд, все это только увеличит волатильность биткоина, но при этом еще больше средств будет притекать к системе. По крайней мере, в этот момент данного цикла. Да, и еще одна тема, которая, я думаю, происходит в долгостроке, но я удивился, как быстро произошла в итоге. Не биткоин-облигации. Как, например, стратегические возможности доходов, которые инвестируют Fidelity или BlackRock. Они привлекают и другие фонды через покупку своих биткоин-ETF. То есть, это не чисто новый приток, который позволяет взять и получить прибыль, зафиксировав ее, купив биткоин-ETF. Ведь это также дача средств, например, Fidelity, для получения фиксированного заработка. Или, например, любого другого фонда, где они забирают этот капитал данного фонда и также покупают биткоин. Что выглядит как вовлечение биткоина во многие из этих портфелей в виде небольшого процента в общей корзине тех товаров, которые были собраны компаниями для получения прибыли. Точно, простая математика. Ты видишь корреляцию, аналогично, и ты покупаешь. Они, в общем, зарабатывают справа, оплачивают слева, все счастливы, потому что делают комиссии. Хорошо. Существует ли риск того, что BlackRock соберет 1%, у Майкла Стейлора будет 1%? Суммарно, вместе со всеми остальными ETF получится 3-4% от всего имеющегося объема. Есть ли риск по этим ETF, что они станут слишком большими? Конечно. Ну, то есть, посмотри, как процент пассивных инвесторов по всему миру среди традиционных финансов разрушает исследование цены. Высокооцененные акции компаний, так высокооцененные не потому, что компании высокооценили хорошие компании. Если компания находится в S&P 500 и находится в вершине по капитализации, ты получаешь еще больше денег. Это то, как устроены индексы. И это именно то, что произойдет в этой текущей пассивной ситуации. Пока люди просто ставят галочку, и деньги продолжают течь в биткоин. Они продолжают накапливать эти биткоины, пока сказка держится. Но они не делают ничего. Биткоин является одним из денежных активов, который должен что-то делать, чтобы быть ценным. Ведь если он не движется, майнеры не получают выплат. Пассивное инвестирование, такое, как, например, BlackRock, все разъебывает. Их идея в том, что я сделаю машину, в которую положу твои деньги, сдержу с тебя комиссию и не буду ничего делать. Охуенный бизнес. Но так или иначе, они не беспокоятся о биткоине. Они не собираются ничего делать, хорошего или плохого, в дальнейшем. Или, скажем, продвигать или вредить движению биткоина. И в этом проблема. Он не будет двигаться. Если это станет довольно большим без движений, у нас образуется довольно большой сегмент рынка, который не имеет никакой связи с тем, что происходит, что в конечном итоге может стать некоторой проблемой, связанной с вещами, требующими одобрения на уровне сети, с вопросами конфиденциальности, безопасностью, да со всем чем угодно. И все эти пассивные инвесторы, они же такие, а, меня это не касается, я лишь накапливаю данный актив. Так что, я думаю, это есть риск. Материален ли он сейчас? Нет. Но ведь это биткоин, вся его суть в том, что его могут купить все, и неважно, с какой целью. Я надеюсь, что именно такую экономическую игру мы и создаем. Мы привлекаем людей и позволяем им использовать данный актив. Если не так, то игра неправильная. Мы должны отходиться назад и изобрести что-то новое. Считаешь ли ты, что эти биткоины ETF как бы увеличивают приток капитала, ищущего пассивный доход? Будет ли это сокращать волатильность? И такая сокращающаяся волатильность может вообще перестать столь значимой и активной? Или же потенциально такая сокращающаяся волатильность может нас утянуть вниз, при этом мы не увидим 80% падения в завершающей бычьей рынке? Может, мы просто постепенно будем расти, не спеша, медленно, в течение времени? Как вообще ты видишь движение цены в будущем? Как это обычно происходит, и как это может происходить теперь после запуска ETF? Я думаю, что это в большей степени зависит от тех деривативов, которые сейчас активно начнут развиваться на биткоине. Мы наблюдаем за тем, что появились опционы нулевого дня, они уже есть в США, теперь появляются в Азиатском регионе, в Корее. И как только розница зайдет в эти сделки с высоким плечом, в эти опционные стратегии, волатильность очевидно взлетит. Ведь это все заключается в том, что вы без денег покупаете билеты лото, что вынуждает дилеров, особенно из-за нехватки времени, в этих играх основательно отжироваться. Так что если у нас появятся опционы нулевого дня по биткоину, мы буквально можем, скажем, уйти на 100 плюс X по открытым позициям. В итоге могут появиться совершенно невероятные движения в цене. Так что да, в очень стабильном и пассивном притоке денежных средств, это может оказаться заразным, для волатильности начать сокращаться. При этом важно помнить, что находящиеся над этим деривативы, эти торговые ETF-потоки, могут сильно раскачивать ситуацию вверх и вниз, особенно если крупные игроки будут хижировать свои позиции в спот-маркете. И из-за основных крупных зарубежных трейдфай рынков-деривативов, я думаю, что волатильность, вероятно, будет только усиливаться. Прежде всего из-за увеличивающегося количества самых разнообразных людей, торгующих с огромным плечом поверх биткоин-ETF. Очевидно, что биткоин-ETF были очень успешны, но к другим территориям, к которым мы перемещаемся в нашем разговоре, это альткоин-ETF. Как ты знаешь, сейчас много спекуляций о том, будет ли одобрен эфир-ETF, но в целом заявители ETF на альткоины, среди которых крупнейший BlackRock, заявивший на эфир-ETF. Также есть заявители и из Канады, технологические DeFi-гиганты, такие как Inner Whole Strategy. Также есть огромное количество дегенератов с Уолл-Стрит, желающих получить к этому доступ, и не имеющих возможности сделать это через учетную запись Coinbase или Binance, желающих получить первыми ETF или ETF, открывшиеся в рынке, чтобы взять и купить совершенно новые монеты, появившиеся на рынке. Очевидно, что это будет привлекать капитал. Как ты думаешь, насколько устойчива эта игра? Будет ли альткоин-ETF рынок таким же большим или даже большим, чем сейчас ситуация с притоком в биткоин-ETF? Что ж, да, я думаю, если представить генерального директора какой-нибудь крупной компании или фонда, он скажет, что ж, я хочу работать с наиболее успешным. А это биткоин. При этом существует, скажем, 3000 этих сраных говнокоинов. Ты же знаешь аппетит тех людей, которые трейдят этими вещами. Человеком движет изучение как можно больше всякой ебанья. И тебе не по***шь, что там? Ни хуй я не по***й. Ты даже не знаешь, что это такое, да и ни хуй не важно, что это. Это верная самостоятельная ответственность. Забирай свою хуйню, что ты так хотел. Наслаждайся. Так что, я думаю, что очевидно, здесь может быть немного большего сопротивления. Что же по эфиру, если все-таки это произойдет? То тогда шлюзы откроются. Произойдет приток такого количества денег, такого количества активов под управлением, успешных акций, помимо всей этой истории с крипто, что не будет никаких преград для традиционных финансов, чтобы не набрать как можно больше этих активов и загрузить их в свою тачку. Ведь в конечном итоге все больше и больше заработка будет на комиссиях. Ну, с другой стороны, если поговорить о дилерах, например, таких как Дж.П. Морган, Сити, Морган Стэнли, они тащатся от этого. Блэк Рок, вероятно, любимейший клиент на Уолл-стрит с точки зрения выплат комиссий. Потому что клиенты сидят на своих деньгах, все на месте, идет трейдинг и на баланс капают деньги. А с наличием крипты в портфеле, это движущееся дерьмо в 30% в день, потому что кто-то запастил лишь твит. Это же прям как рок-изобилие для этих банков, верно? Ведь их рынок это совершенно разрозненный и непрозрачный, где они могут взимать оплату за все, что им, блядь, вздумается, вместе с их счастливыми клиентами, покупающими говнокойны на пенсионные сбережения. Так что всем и повсеместно на размер комиссии наплевать, что для традиционных финансов является золотым дном. Так что да, вольткоин и TF залезут все, кто только сможет. И, конечно же, это будет перебор. Но имеется настолько большой неудовлетворенный спрос на то, что так сильно движется, потому что центробанки уничтожили возможность поиска цены по всем остальным активам, а это единственное, что на них не опирается, со всеми их возможностями по манипуляции. Вот почему люди хотят этим трейдить. А Уолл-стрит может им помочь, с этим зарабатывая на это много денег. Это абсолютно то, что видят и говорят компании из DeFi. Это как магнит. Люди говорят, «Хэй, я хочу купить этот актив, который не могу. Купить, используем мой обычный счет». Вот в чем дело. И они уезжают из страны, они переходят на другие платформы. Все, что только можно сделать для того, чтобы войти в этот актив. Я думаю, что это продолжится. И еще одна интересная тема о стейблкоинах, потому что я думаю, что имеют место две точки зрения. Первое, стейблкоины — это убийственное решение для платежей. По крайней мере говоря, крипты, они определенно наиболее популярны. Так что многие или некоторые люди из крипта, скажем, хардкорные биткоин-максималисты, по-прежнему пытаются игнорировать это, в большей части. Но ведь очевидно, что стейблкоины становятся слишком важными для старой финансовой системы. Я думаю, что суммарно стейблкоины занимают 16-е место в казначействе США. И в мире, где Япония и Китай уменьшают объем закупок этих казначейских активов, в некоторых вопросах стейблкоины поддерживают эти правительства. Из-за того, что они скупают так много этих казначейских активов. Так что, как ты думаешь, являясь платежной системой, становятся ли стейблкоины также и систематическими, скажем, важными игроками, слишком большими, чтобы потерпеть неудачу? В общем, я думаю... И буквально недавно я писал о Тезере и Афина. Я думаю, что ФРС и казначействе США воспринимают их как пример того, что это не стейблкоины и того, что никак не связано с крипто, а лишь то, что связано с вещами под контролем ФРС для контролирования определенного уровня ставки, а также поддержки банков после глобального финансового кризиса. Короткий пример. 2008 год. У банков закончились резервы из-за инвестиций в рухнувший ипотечный бизнес. Так что ФРС сказала, мы больше никогда не позволим банкам исчерпать резервы. Так что мы начнем политику количественного смягчения. Мы будем покупать облигации и кредитовать их резервы у ФРС. Но проблема здесь в том, что банки могут взять эти резервы и выдать их в виде займов, скажем, увеличивая производство товаров и сервисов, что в экономике, очевидно, вызывает инфляцию. И ФРС сказал, окей, тогда нам нужно подкупить банки, чтобы они не выдавали кредиты. Так что мы будем платить проценты на их излишние резервы от ФРС, чтобы обеспечить их непоступление в виде кредитов в экономику. И когда процентная ставка составляла 0%, это ФРС ничего не стоит. При 5,5% ФРС выплачивает сотни миллиардов долларов в год банкам в виде процентов, чтобы те ничего не делали. Банки могут выдавать взаймы, что создает инфляцию. Поэтому ФРС решила им выплачивать миллиарды, что обходится ФРС с точки зрения чистого дохода в виде убытков. С другой стороны, если у вас есть обратная репо, это еще одна функция денежных рынков. Они должны платить проценты по обратному репо, чтобы поддерживать краткосрочные ставки на их целевом уровне. В целом, это аналогичная ситуация, когда нужно не позволять этому капиталу выходить в систему, создавая инфляцию, требующая выплат по процентам. И третий элемент — это краткосрочный казначейский вексель, торгующийся с очень маленькой премией по процентам излишних резервов и обратным репо. И все это связано. Так что, собирая это все вместе, по мере того, как ФРС поднимает ставки, федеральное казначейство выплачивает более триллионов долларов по процентам богатым вкладчикам, а также банкам. Но появились стейблкоины. У банков нет конкурентов, у них нет никакого интереса при доставлении услуг 24 на 7 по валюте, которая торгуется по всему миру. Потому что зачем это делать, если у тебя монополия по трансграничным и трансферным платежам? Ну, появляются Тезер и Серкл, а также другие компании со стейблкоинами, и говорят, «Отлично, мы будем использовать блокчейн эфира, трона, да неважно». И ваша небольшая сумма на банковском счете сможет двигаться по всей криптосистеме. Отличный продукт. И однако это было настолько успешно, что обострило все эти проблемы с отрицательными прибылями у ФРС и казначейства, что вызвало влияние еще большего количества денег в эти учреждения, которые они хотят туда вкладывать, потому что по ним им приходится платить проценты. Так что инфляция не будет сокращаться, проценты будут оставаться высокими, им придется продолжать выплачивать триллионы долларов в год в виде процентов. Так что вот почему ФРС и казначейство не любят то, что называется узким банкингом или банком с полностью обеспеченными резервами, чем по сути Тезер является. Он берет и кладет деньги на банковский счет, он не дает кредитов, он вкладывает обратные деньги в ФРС или казначейство, или, скажем, обратные репу, или краткосрочные казначейские векселя. Но это им и не нравится. При этом, с другой стороны, они с этим ничего не делают. В итоге там образовалась огромная позиция в казначействе, и если они их отрежут от рынка, первое, я в этом вижу еще большее разрушение защиты права собственности, которое должно быть основой западного финансового капитализма. Мы знаем, что происходит, когда он умирает, на примере России и других стран. Опять же, кучка уюбков, сидящих на богомах, и имеющих долларовые счета, получили по ним арест. Поэтому, может быть, еще больше людей осознают, что не хотят таких действий от казначейства. Но, опять же, если они их вынудят распродавать свои активы, блокируя, то все активно начнут от них избавляться. Начнется отвязка от курса, и огромные погашения вызовут хаос в казначейском рынке, если Тезер начнет гасить у казначейства миллиарды долларов. Поэтому они как бы оказываются в неоднозначной ситуации, которые реально не понимают, что делать. Может быть, они позволят Джипе Моргану или Сити сделать аналогичные вещи, потому что если они будут предлагать аналогичные продукты, то, очевидно, что правительство будет использовать их продукты, а не Тезер. Потому что буквально для правительства эти продукты будут безопасны. И предлагая доллар, который торгуется 24 на 7 на публичном блокчейне, я скорее доверюсь Джипе Моргану, нежели Тезеру, как клиент. Так что вот такая сейчас ситуация. Слушай, очень быстро я писал это 5-6 лет назад во время ковида, называя все это денежными принтерами, или же что-то типа корпоративного учебника для центробанков, говоря, что если бы я был Джипе Морган, я бы на 100% запустил стейблкоин, обеспеченный долларом, я предлагал бы всем своим клиентам его, а теперь я поведу себя как правительство, я отвяжу его от курса доллара, вынудив вас, ребятки, торговать этим говнокоином, ничем не обеспеченным. Теперь у вас есть Джипе Мкоин, и вы ему верите. И я могу напечатать его, столько Джипе Мкоинов, сколько захочу. Но опять же, не знаю, как регуляторы это будут воспринимать, но идея заключается в том, у нас нет правил на тот момент, если бы такая ситуация оказалась на самом деле. Монета, обеспеченная валютой, которую в дальнейшем можно отвязать. И все это выглядит немного безумным. Это буквально похоже на эпизод из истории, когда имела место кучка конкурирующих валют от индивидуальных эмитентов, или, скажем, издателей этих валют. Так что все это выглядит так, что если крупные банки и экономически заинтересованные люди окажутся вовлеченными, они могут сотворить много безумного дерьма. Люди окажутся неподготовленными, и на самом деле не понимая, что может произойти. Да, но я думаю, что еще большая проблема в том, что центробанки по всему миру не приняли решение относительно того, где должна находиться валюта. Должна ли она находиться в частных руках, создаваемой электронной? Должно ли это быть коммерческим банком, или же находиться в руках правительства? Сейчас на эту тему происходят дебаты у центробанков в отношении ЦВЦБ для групп розницы и оптовых пользователей. ФРС, или Центробанк Китая, или Центробанк Японии предлагают приложения, а все валюты управляются напрямую центробанком, что автоматически на обочине оставляет все коммерческие банки. Но коммерческие банки являются самыми мощными компаниями в любой экономике мира. Никто не идет против них на правительственном уровне, даже в сраном Китае. Они не идут даже против принадлежащих им банков. Поэтому предлагают людям напрямую валюты, напрямую в приложении. Все проходит через запутанный путь оптовиков для того, чтобы банкам дать возможность существования в этой цифровой реальности. Так что, на мой взгляд, проблема с созданием этих политик заключается в том, что что хотят банки. И вместо того, чтобы решить, хотят ли они оставить за игрой коммерческие банки или нет, частные рынки говорят, идите нахуй. Я не хочу иметь дело с пятью-девятью мудаками, у которых обед длится пять часов. Я хочу двигать свои деньги 24 на 7, для чего есть решение на публичном блокчейне. А эмитенты предлагают мне такие продукты. Так что, знаешь, правительству придется решить, какой они хотят видеть банковскую систему. А компании, такие как Тезер и Сёркл, выпускающие стейблкоины, физически обеспеченные долларами, лифиатом, решают проблему, заявляя, что если вы не сделаете что-то, то все деньги будут аккумулированы здесь. А мы только усугубим созданные вами фундаментальные финансовые проблемы с рынками по буквальному печатанию денег для спасения банковской системы после глобального финансового кризиса. Ранее ты помянул права собственности. Объясни, почему ты считаешь, что оно разрушено? Я думаю, что ты намекаешь на русских миллиардеров, которые, с одной стороны, не являются частью правительства, при этом часть их собственности была арестована. Замороженные и так далее. Есть ли у тебя другие примеры этого? Нет, забудь злодеев-миллиардеров из России. Российское государство. Они выступают независимой страной, у которой есть долг. Верно? Что делает Россия? Да то, что и должна. Она производит нефть и продает за доллары. Она зарабатывает доллары, покупая их у казначейства, как хорошая маленькая страна. И когда она делает что-то, что не нравится западным элитам, они говорят, «О, у вас были отличные облигации, мы их забираем, спасибо». Не было никакой правовой процедуры, не было даже никаких бутафорских кукольных слушаний. Являлся ли Путин, кем бы он там нахер не был, согласно западным финансовым медиа. Мы просто забираем тебе все это дерьмо, и здесь нет права собственности, чтобы мы не говорили. И в этом проблема. Она в том, что если... по какой бы причине политических элит мы отходим от процесса в США или в Западной Европе, что эти облигации правоправно приобретенные, а у вас нет балансного или платежного кризиса, вы платите за имеющие стоимость товара в доллар или евро, теперь обесценить ничего не стоит, а вы не имеете доступа к вашим деньгам. Вот что я понимаю под нарушением права собственности. Поэтому если вы Китай, Япония или Саудовская Аравия, любой, кто зарабатывает большое количество долларов, то можно задуматься, что ж, если они это сделали с Россией, могут сделать со мной. Верно? Этот год президентских выборов, так что по какой-то причине может, из-за цветовой кожи или цвета паспорта, у всех американцев подскакивает давление, мои активы могут превратиться в траву, питающую землю. Так что это одна из причин того, что если ты являешься независимым лицом, использующих доллары и покупающих значительские облигации, стапы, стапы, может быть не следует инвестировать мои экономические излишки в такие активы, которые могут быть конфискованы без суда и следствия. Я совсем недавно видел такие примеры, что произошло с независимым государством Российской Федерации. Но что здесь интересно, это то, что с одной стороны, государства пришли к тому, что биткоин является как бы хеджированием против санкций, а есть один товарищ из Гарвардской школы экономики, написавший статью, что люди могут начать покупать биткоин, вкладывая в свои накопления, получая возможности противостоять санкциям, что выглядит привлекательным. Но с другой стороны, я всегда напоминаю людям, что два парня, пытавших оценивать нефть в чем-то еще кроме доллара, оба мертвы. Так что всегда присутствует элемент того, что если ты очень большая страна, и что может быть интерпретировано как слишком резкое движение, то очевидно, что ты можешь стать объектом яростного гнева правительства США, явно или неявно. Поэтому ETF... Да, 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 и проблема здесь... Это верно, ведь Каддафи и Саддам, они пытались торговать через золото, а также другие вещи, одновременно проверяя то, что стоит дружба. В итоге закончили одинаково, но... Мне кажется, недавно Саудовская Аравия начала делать свопы за юань. Индия покупает нефть за рупии, верно? Глобальный юг, страны с растущей популяцией и способный экономик, такие, да пошло все нахуй. Мы будем покупать вещи на свою собственную валюту, не держа у себя огромной суммы долларов. И в итоге... Все это уже происходит. Процент торговли нефти в валютах, отличающихся от доллара, мне кажется, составляет 20% за прошлый год. Типа, очень много. Так что да, я с тобой согласен, что в 90-е и ранние нулевые люди боялись стать Саддамом и Каддафи. Но сейчас, я думаю, что страх этот пропал, и сейчас люди такие, типа, ну, империя угасает. Так что давайте прекратим использовать эту валюту, которая с экономической точки зрения для нас неинтересна. Да, кстати, что здесь еще интересно, что, может быть, недолларовые транзакции за нефть вырастают в объеме, объем международных транзакций в долларах продолжает взрывными ростами расти. Сейчас более 40% всех международных платежей по-прежнему в долларах и продолжает расти за последние годы. Так что, я думаю, люди сейчас такие, не хочу использовать дерьмовую валюту, так что, может быть, буду какую-то другую, крупную, известную валюту. Вот в чем суть. Саудовская или Аравия, это или Индия, неважно. Но думаешь ли ты, что сейчас есть как бы новая, не знаю, шахматная фигура на доске, смысл которой в том, что если я страна, я хочу иметь дело с биткоином. Но я не хочу купить биткоин, а затем получить на пороге стучащуюся в дверь США, спрашивающую, эй, ребята, хотите ли вы остаться в доллар или уйти куда-то еще? Теперь ETF позволяют моим собственным независимым фондам и пулам капитала покупать биткоин без реальной собственности над биткоином. И я полагаю, что, возможно, США на это смотрят по-другому, если твой независимый фонд богатств заполоняет биткоин, имея при этом его в собственном хранении. Не знаю, каков порог на самом деле, но в какой-то момент, имея слишком много биткоина и управляя им, в какой-то момент они начнут это воспринимать как действия, направленные против доллара. Или ты думаешь, что все это является лишь домыслами, а США слишком консервативно занимаются другими проблемами, чтобы думать о странах, работающих с биткоином? Я не думаю, что биткоин является фактором в принятии решений того, что делают независимые страны. Я думаю, что их в большей степени беспокоит золото, нежели биткоин. Ведь за 5-ти или 10-ти тысячелетнюю историю золота, ну, в общем, как все эти люди и независимые денежные фонды, они же понимают золото, ведь игра называла золотым стандартом до 71-го года. И если даже и можно утверждать, и как мы видим, с 2008-го, золото участвует в проценте резервов. Этот процент растет по всему миру, особенно в Китае и в неблоковых странах. Они скупают золото. Будут ли они покупать биткоин? Не знаю. Может, да, может, нет. Но определенно, если они задумываются об обладании активом, находящимся вне финансовой системы США, то определенно им следует покупать биткоин и идти в Блэк Рок. Верно? Это не к слову, к тому, что им не стоит обладать биткоином самостоятельно, но думаю, что центробанкерам, понимающим смысл золота, в стране, имеющим историю обладания золотом, где в целом люди понимают, что такое золото. Думаю, что если им доносить понимание, а люди уже это делают, то ты купишь золото и не купишь биткоин. Может быть, ты купишь немного биткоина, но это не станет ключевой вещью, в которую ты будешь диверсифицировать свои накопления. Я так думаю. И вот почему у меня много золота, потому что я хочу быть на одной стороне с центробанками, также с точки зрения золота, обесценивающей валюту. Давай переоденемся из костюмов умников в костюмов шутников. Да, нахуй серьезность. Точно, понеслась, бля. Куда? Докуда биткоин дойдет во время бычки? Эээ, до миллиона. Ты думаешь, в этом бычьем рынке биткоин достигнет ляма? Абсолютно. Я думаю, что люди не... Я не думаю, что у людей сейчас достаточно воображения. О, мне надо частично зафиксировать прибыль. О, он так быстро дошел до 70 тысяч. Да нет, мудила. Но почему он так быстро дошел до 70 тысяч? Да потому что целая группа людей может просто нажать кнопку, поставить галочку и купить биткоин ETF. Существует огромная правительственная проблема в слишком большом долге. С каким сообщением начинаются выборы по всему миру? А то, что я напечатаю бабки и подарю тебе все, что угодно. Прохожий, сторонник, кто угодно, пожалуйста, поддержи меня. Вот что происходит, люди начинают понимать. Это интуитивно. Мы вступаем в эту фазу инфляции и популизма. Этот бычий рынок только начинается. И думаю, что у людей даже недостаточно представления о том, как далеко он может зайти. Так что да, миллион долларов это моя ценовая цель. Собираешься ли ты продавать, если у тебя план по выходу, если какой-то срок по времени или уровень цены? Как ты думаешь сегодня о биткоине? Вернешься ли ты вообще когда-нибудь к доллару или будешь обладать биткоином и с ним умрешь? Что ж, я думаю, и здесь начинается снова интеллектуальная часть. Я не хочу продавать биткоин за фиат. Я хочу продать биткоин за энергию. Ведь в конечном счете, почему биткоин является хорошим? Да потому что это чисто энергетическая и денежно-кредитная форма. Доллар был таким раньше, пока не было конкурентов. Теперь конкуренты есть. Золото очень тяжелое. У меня есть оно. Не так много, как биткоина. Но опять же, та же проблема. Если биткоин дорастет до неадекватных значений, выраженных в энергии, то я должен буду его продать в обмен на что-то, к чему я буду иметь какой-то вид доступа прежде всего энергии. Является ли это, скажем, ExxonMobil или же это покупка электростанции? Не знаю, я об этом на самом деле не думал. Но это не будет продажа биткоина за доллары. Я продам биткоин за какой-то первичный источник энергии. Ведь это то, за что я и веду, за что я и веду торг. Если сегодня, скажем, биткоин стоит 500 баррелей нефти, а завтра будет стоить 10 тысяч, то в какой-то безумный момент, сколько бы нефти баррелей он не стоил, может быть, я его обменяю на настоящую чистую энергию само по себе. Условно говоря, потому что я смогу ее получить по довольно низкой цене. Вот как бы в таком направлении я думаю. А все имеющиеся у меня говнокоины, я продам за биткоин. Если ты продашь свой биткоин и купишь электростанцию, то попадешь в заголовки и сделаешь людей счастливыми. Ну ладно, перед тем, как мы перейдем к говнокоинам, поговорим об Афине. Ты опоминал о ней, когда говорили про стеблкоины. Ты смотришь на нее по обычай, что это такое, почему она так тебя вдохшевляет. Что ж, Афина — это еще один стеблкоин в линейке монет, использующих идею того, что если я объединяю, скажем, эфир и бессрочный своп-шорт, то получаю естественную прибыль, если у свопа получается позитивный фантинг. Так что я собираюсь использовать эту конструкцию крипто плюс хеджи и деривативов, если это является синтетическим долларом, то это обеспечит монету, которая, я надеюсь, сможет удержать связку один к одному с долларом. Так что Эфина содержит в себе застейк на эфир и шартовый бессрочный своп эфира к американскому доллару на нескольких централизованных биржах. И причина, почему мне эта идея очень нравится, и об этом я очень много раз писал за прошедшие годы, в том, что эфир, являющийся активом с нативным доходом, обеспечивает это не из ниоткуда. Это протокол, выплачивающий вознаграждение сам по себе валидатором. По-моему, 4%, но не важно. И из-за дефляционной натуры валюты эфира самой по себе, в каждом блоке сжигается эфира больше, чем создается по мере использования сетей. И на будущее курсовой обмен эфира к доллару должен торговаться дороже, потому что доллар инфлирует, а эфир обесценивается. То есть не обесценивается. Эфира становится меньше. Поэтому данная структура должна иметь положительный доход. Этот доход должен быть выше, чем доход по казначейским облигациям. Можно использовать и другие дельта-нейтральные стратегии. Так что упаковывая все это в стейблкоин в виде эфины, она является очень хорошим продуктом. И на базовом уровне причина, почему я не люблю физически обеспеченные стейблкоины, такие как Тезер и Сиркл, в том, что без поддержки трейдфай-системы Тезер и Сиркл бы не существовали. Так почему же я должен доверять этим очень важным особенностям криптосистемы, двигающим фиатные деривативы вокруг платежей и торговли? Почему я должен доверять трейдфай-банкам, которые я хочу уничтожить, убрав как посредника, сохраняя эту жизненно важную часть экосистемы? Тут нет никакого смысла. Почему бы нам не доверять таким проектам, как Афина, заявляющим «Я не децентрализованна, я доверяю централизованным биржам осуществлять выплаты по деривативам и в конце концов я доверяю криптокомпаниям помогать крипто, а не доверяю банкам помогать крипто, ведь последнее нелогично, поэтому вот почему я очень поддерживаю Афина. Я там советник, у меня есть токены, и в общем они реально жгут и буквально пересекли миллиард долларов в обороте, то есть они сейчас номер 6 стейблкоин. И думаю, что они смогут обогнать Тезер стать крупнейшим стейблкоином за несколько лет, потому что я считаю, что вся эта история криптоэкросистемы, если этот нарратив удержится, то давайте поддерживать что-то являющееся чем-то важным для нас, при этом одновременно безопасно поддерживается и другими участниками экосистемы, нежели банками, от которых мы так хотим избавиться. Так что я супер побычий смотрю на Фин, я думаю, что они молодцы. Очевидно, что, конечно, они не без риска, но я все-таки считаю, что это риск, который я готов взять. Что ж, давай пройдемся по лотерейным говнокойным в твоем портфеле. Что под номером 1? Что первым приходит на ум из твоих щитков? Наиболее успешных. Я думаю, что выделяющимся из всех моих говнокойнов будет говнокойн Пендаль. И причина, почему я так считаю, в том, что Пендаль пытается создать интересный рынок свопов. Если ты посмотришь на деривативы, в традиционных финансах рынок деривативов на обмене валют очень большой. Вот почему есть бессрочные свопы биткоина к доллару, говнокойна к биткоину и так далее. Рынок большой. Так? Я начал с 2013-го, и он вырос очень сильно. Тогда был большим спот, но сейчас деривативы больше в 5-6 раз ежедневно. Это удел умных рынков. Но рынок процентных ставок на порядке больше, чем рынки обмена валют. Если представить крупнейший, самый большой активно торгующий фьючерс-контракт во всем мире, то это контракт евро-доллара, не S&P 500. Так что процентные ставки, так что это критично, потому что деньги являются самым важным в цивилизации человечества. Это то, как мы оцениваем нашу энергию и время. Но то, что стоит время, является очень важным, особенно в эко-крипто-системе. Если тебе нужен, скажем, целый набор биткоина, эфира, да какого угодно крипто, то тебе придется занимать и одалживать процентные ставки внутри эко-системы. И вот сейчас мы наблюдаем пионера Пендел, создающим всякие забавные вещи с возможностью разделения фиксированного дохода и, скажем так, торгового дохода. Делая определенные локации внутри протокола, они создают своего рода продуктовую кривую дохода, используя стейкинг и финек доллару и используя различные сроки экспирации. Можно фиксировать по разным параметрам этот доход. А сейчас они готовят свою версию процентных ставок свопа, использующего плечо, в ожидаемую к выходу версии Пендела. Так что я думаю, что Пендел может стать крупнейшей биржей по деривативам во всем криптопространстве, централизованным или децентрализованным. Если у них получится побороть этот нарархив процентных ставок и построить нативную кривую дохода по всей экосистеме для всех разных биткоинов, эфиров и других говнокоинов. Так что, вероятно, это мой самый главный выбор из моего портфеля говнокоинов, чувствующий очень хорошо, очевидно, я же там советник, у меня есть огромные запасы. Так что это мой быстрый выбор под номером один. Ладно, ясно, понятно, давай еще выберем два. Номер два и номер три, о которых бы ты хотел рассказать? Давай-ка посмотрим. Номер два. Ты засиял, когда я упомянул твои говнокоины. Так удушевился, так что давай. Да, итак, файлкоин, очевидная история с ИИ, она все еще, она все еще продолжается. Так, и ты видел всю эту движуху в традиционных фондовых рынках относительно ИИ-компаний. Эти неприличные цены, Сэм Альтман хочет поднять 7 триллионов долларов, да какая бы цифра там и не была, все эти деньги он хочет собрать для создания следующей ИИ-компании. Так что я думаю, что этот пузырь ИИ только начинается. И люди начинают обращаться к тебе, спрашивая, если все это крипто начинает расти, а я вижу, как происходит оценка этих ИИ-компаний, ведь они притягивают все эти деньги. Так какие с этим монеты связаны? И файлкоин один из них, есть и другие. Но у меня файлкоин. Я этот файлкоин майню, также являюсь частью этого бизнеса. Поэтому это мой выбор в части данных. Ведь, как мы знаем, ИИ-модели очень требовательны к объему данных. Так что я считаю, что файлкоин станет очень успешным проектом в этом цикле с точки зрения результатов для моего портфеля. Ясно. А что у тебя есть из самого безумного? Самый безумный? Ты можешь мне сказать позже, если не хочешь, чтобы это появилось на подкасте, но мы с тобой ужинали в Майами среди кучки очень милых, как бы немного старших, суперуспешных в традиционном мире. И мы тогда шутили друг с другом, ведь они нас спрашивали о крипто. И как только ты заговорил о Рокс, Эфириум Рокс, я сразу потерялся. Ведь они тебе буквально задавали миллионы вопросов. Что происходит с Рокс? Почему Рокс такие ценные? Да все такое. Просто безумие. У тебя есть что-нибудь сейчас подобное безумное в портфеле? Еще нет. Но я думаю, что очевидно, мы сделали много инвестиций в Овел, что будет новым кошельком для Биткоин Ординалс и всего, что сделано на БРЦ-20. Это будет по-крупному. Мы сможем донести NFT-культуру интернета в Биткоин. Это будет включать полный набор самых разнообразных вещей, заполняющих блокчейн. Ведь самое большое количество активов именно в этом блокчейне. Там находятся самые богатые люди Биткоина, кто теперь может принять участие в этой интернет-мем-культуре. Так что я думаю, это станет очень большой экосистемой. Не могу сказать, во что это выльется с точки зрения трейдинга в сравнении с займами и выдачей кредитов, а также какие из продуктов будут успешны. Что эти продукты будут предлагать с точки зрения особенностей набора фишек. Кто знает, но мне действительно нравится факт того, что Ординалс является цифровой редкостью на уровне протокола в сравнении с остальными NFT, которые покупаете в Ванчейне. По сути, это является цифровым чеком того, что монета поддерживается какой-то центральной базой данных. Менеджером по управлению состоянием, неважно. И мне нравится то, и встретилась с самой богатой блокчейн-системой, биткоином, где много людей с деньгами. Кто собирается тратить на архитектуру, которая разговаривает с ними с точки зрения биткоин-максималистов. По крайней мере, так у меня это все выглядит в голове. Я считаю, что Ординалс станут огромными в этом цикле. И мы еще увидим некоторые новые способы запуска творений художников напрямую в сети блокчейна. И это будет отличаться от того, что мы видели с панками, с Бордейпс, появившихся в прошлом цикле. Очевидно, что у меня есть и панки, и обезьяны. Они еще вырастут до Тузимуна. И, может быть, когда они достигнут абсолютных вершин, скажем, мой эфир Рокс станет стоить 50 миллионов долларов. Я пойму, люди съехали с катушек, они полные дебилы, а мне пришло время слить Рокс. Снова кому-нибудь. Они же стоили сотни миллионов долларов в прошлом цикле, верно? Я думаю, что самая верхняя цена была около 3 миллионов. Где-то так. Сотни — это миф. Что ж, я думаю, Рокс еще уйдут, скажем, в десятки миллионов. На самом деле, ты так думаешь? Ты думаешь, Рокс на эфире может достичь десятков миллионов долларов? Да. Вау. Ну ладно, что ты думаешь о этих коинах, связанных с культурой? Такие, как, например, Зен, и аналогичные, которые, по сути, пытаются взять существующие вещи из реального мира и превратить в новые мемы. Это больше имеет отношение к уже имеющимся мемам. Недавно я писал в Твиттере об IPO Reddit, и я тут же был завален людьми, которые писали о монете Reddit, которая вообще никак не связана с компанией. По сути, они пришли к тому, что если акции биржи пойдут вверх, монета взлетит еще больше. Поэтому они создали монету, которая имеет абсолютно такой же тикер. Так что очевидно, что люди, которые создают такие монеты, абсолютно оторваны от реальности. Но складывается впечатление, что что-то приобретает ценность, во что люди верят, что оно имеет ценность. И люди начинают заходить в, так сказать, тип культурных коинов. Да, я думаю, что на самом базовом уровне это большое «идите нахуй» для традиционных финансов. Эй, вы уничтожили достоинство моего труда, моего времени как человека, печатая все эти деньги, спасая банкротящиеся банки. И вы еще мне говорите, что я должен иметь очень сбалансированный портфель с акциями и облигациями. Ааа, идите к ху**ам. Я лучше куплю пёсиков в шапочке и лучше куплю монет, которые не имеют никакой экономической ценности, кроме того, что другие люди считают, что они имеют ценность. Сказав фиатному дерьму в моем кошельке «Пошел нахуй». Я куплю это, потому что я не верю системе. Поэтому я думаю, что это объясняет на очень базовом уровне то, что сейчас происходит. И почему ты покупаешь то, что по сути не имеет никакой ценности, даже с точки зрения экосистемы крипта? Да потому что ты не оцениваешь кусок бумажки в своем кошельке. Потому что правительство девальвировало это снова, снова и снова, вознаграждая тех же самых у**ков, которые банкротят систему снова, снова и снова. Я устал. Я больше не собираюсь инвестировать в ваш фондовый рынок и что-то там покупать. Я буду покупать мемкоины. И знаешь, что произошло с некоторыми из этих людей? Они стали невъебенно богатыми. Они стали чувствовать себя гораздо лучше, чем что бы они не делали до этого. И я думаю, что такая ситуация подтверждает наличие бычьего рынка. Но я думаю, что также присутствует и гнев, из-за того, что в самой основе вы разрушили то, что я делал, как продуктивный член сообщества, печатая все эти деньги. Поэтому таким способом я выражаю свое возмущение. Я также считаю, что здесь присутствует элемент стоимости как развлечения. С этим мемкоины не знаю, кто это все начал, но пару ребят, которых я знаю, покупали их и говорили им, что я купил несколько штук, хочу посмотреть, что будет, потому что хочу быть частью этого. А я в течение времени говорил людям, что когда твои друзья запускают компанию, тебе по крайней мере следует инвестировать. Хотя бы чуть-чуть, потому что если это сработает, вы будете вместе отмечать это, а если не сработает, будете страдать вместе, быть совместной частью чего-то. И похоже, что это все выглядит как будто бы «Хо, это делают мои друзья, и я хочу повеселье совместно с ними». Вместо того, чтобы, ну не знаю, сходить в кино, поделать дерьмо, которое делают обычные люди. Например, купить говнокоинов, зайти в интернет и рассказать об этом всем своим друзьям. Ну не знаю, выглядит все как будто очень антиутопично, но одновременно с этим довольно понятно то, что происходит. Да, да, все верно, это очень по-человечески. Типа, почему мы покупаем кожаные вещи с нанесенными на них буквами? Это та же самая тупая хуйта. Типа, почему это стоит 5000 долларов? И почему люди считают это крутым дерьмом? Да потому что у них есть футболка с буквами на ней. Аналогично, все похоже. Это часть того, что называется быть человеком. А сейчас это все уходит с физического пространства в пространство онлайн. И, очевидно, это коррелирует с тем, насколько человек богат. И пока рынок будет расти, мы будем наблюдать все больше этого. Ведь люди хотят диверсифицировать. И, по-моему, я заработал, торгуя биткоином и эфиром. Может, пришло время мне заиметь флайер на какие бы это не были новые вещи. Я верю, что остальные будут делать то же самое, что я. Да, мы все знаем, и я думаю, что термин асимметрия возможно будет умным термином для того уровня смехотворности, о котором писал в твиттере Ави Фельбан, говоря, «Я вложил 1000 долларов в какой-то говнокоин, а спустя пару месяцев заработал сотни тысяч долларов». И люди это видят. Догадываются, что они сделают? Они возьмут 100 баксов и вложат повсеместно в 10 различных проектов, надеясь, что через пару месяцев они сделают 150 икс. И здесь буквально нет никакой разницы с покупкой лотерейных билетов или типа того. И если это относительно небольшая сумма для денег, то почему типа нет? Я думаю, люди вот таким образом делают выводы. Все верно. И какая здесь альтернатива? Положить деньги в банк и сделать 5%, когда экономика растет на 6% или даже 7%. Слушай, я лучше куплю какой-нибудь флайер. Да. Но какова конструкция реального твоего портфеля? Давай разделим вопрос на две части. Каков процент активов традиционного мира против криптомира? А также какие активы ты видишь для инвестирования прямо сейчас или в ближайшем будущем? Да, ну в общем, конечно, очевидно, хеджироваться нужно всегда, ведь абсолютно не существует. В жизни возможно все. Поэтому типа если у меня в портфеле казначейские облигации, да, бля, мне их дохуй, я. Они покрывают мою аренду, они покрывают затраты по моей кредитной карте. Есть ли у меня акции? У меня есть две акции. У меня есть акции CCJ и Камико. Это добыча курана. Я полагаю, что уран и ядерная технология это будущее, если ты планируешь добывать энергию дешево для большего количества людей по миру. Также у меня есть пачка акций Фенни Мэй, потому что полагаю, что консервативский подход к финансированию корпораций и государствам закончится с Трампом или Байденом, не важно, кто выиграет. Вот такие принятые мной решения. Так что да, облигация, несколько акций это все, что у меня есть с традиционной стороны. Также у меня есть хранилище, заполненное золотом, потому что я хочу обладать вещами, которые не будут обесцениваться центробанками. И здесь фиатная валюта прошла через это множество раз. Даже правительство США обесценивает доллар к золоту. Это было не раз. Так что я хочу оказаться на той же стороне, где стоят и центробанки. И очевидно, у меня есть много крипта. Гораздо больше, чем чего-то еще. При этом волатильность и моя дельта торговли моего портфеля безумна. Не то, чтобы я беспокоился об этом, но... Какова разбивка в крипто? Каков процент у тебя биткоина в сравнении с эфиром, в сравнении со всяким остатком? Могу утверждать, что вероятность биткоина 90%. Эфира 5% и всего остального. Множественные инвестиции в ранние проекты. Очевидно, с огромным ростом того, что мы покупали во время медвежьего рынка. Но, повторюсь, важно понимание, этот бычий рынок еще даже не начался. У нас впереди тысячи икс, десятки тысяч икс по некоторым монетам, что у нас есть. Так что этот портфель может стоить огромное количество денег в 25-м, в 26-м, если все срастется. Ну, я думаю, срастется. Так что дальнейшие изменения будут огромными, если... если команда отработает как нужно. Ведь, в конце концов, моя задача для них заключается в том, что почему мы не купили только лишь биткоин и эфир, ведь вы должны обойти их в скорости. Вот что нужно. Поэтому сейчас мы этим и занимаемся. Но я считаю, что мы можем делать еще больше, если продолжим удерживать вещи в течение циклов, в которые мы зашли на ранних стадиях, в 20-м, 22-м. И еще одна тема, о которой мы не говорили, это Солана, которая определенно имела невероятную прибыль в прошлом году. Так что твое мнение о Солана в сравнении с эфиром и другими. Что ж, не думаю, что что-то может стать эфиром. Пожалуй, я эфир-максималист, не считающий полезно децентрализованного компьютера. Может быть, прежде всего, из-за того, что эфир имеет самую преданную комьюнити по разработке. Если мы посмотрим на примитивы DeFi и, по сути, всех децентрализованных приложений, их первая версия всегда на эфире. Не на Солана, на АВАКС, с Кардана или любых других блокчейнов. Все начинается с эфира. Может быть, по каким-то причинам, связанным с самой сетью, с комиссиями газа, после чего они перемещаются на Солана или другие блокчейны. Но я не вижу каких-то новых примитивов, появляющихся впервые на сети неэфира. Поэтому это... Если я начну это видеть, то, возможно, я передумаю и сменю свою максималистскую позицию по эфиру. Но значит ли это, что я не трейдю остальными, которые у меня есть? Нет, я торгую все свое дерьмо. И также я считаю, что Солана великолепная комьюнити. Полно энтузиазма. Не знаю, кто сказал это, но считаю великолепным. Солан выглядит как набор более молодых людей, кто упустил возможность купить эфир за 10 баксов или за 100 баксов. Теперь у них есть Солана. Они такие, окей, могу купить ее за 5-6-7 в прошлом году. Да или даже по 140 сегодня. Считаю, что Солана это лучшая версия эфира. Что ж, я с этим не согласен, но они так считают. Если Солана лучше, чем эфир, то определенно, что она будет торговаться в 5-10 икс в этом цикле. Поэтому, покупая ее по 140, это будет великолепным, несимметричным риском для портфеля. Я думаю, вот как мышлят. Ей нужно отдать должность Солана. Дизайн и структура приложений, построенных на Солана, это ебанистически охотительно. Это самое лучшее в экосистеме. Их удобно использовать. И вот почему я считаю, что Солана покажет очень хорошие результаты в этом цикле. И когда ты планируешь и собираешься делать инвестиции, сколько ты отводишь на это фундаментального анализа в сравнении с тем, что является просто мемом, который ты покупаешь или продаешь? Ну, прежде всего, вопрос в цикле. Прямо сейчас, когда мы начинали инвестирование, мы находились на дне медвежьего рынка. И я такой, ладно, нам нужно вкладываться прямо сейчас. Проекты находятся в отчаянии, оценки на нуле, блокировочные периоды коротки. Это то, когда мы должны размещать капитал. Теперь, находясь как бы в бычьем рынке, вы видите три продукта с полной оценочной стоимостью в 100 плюс миллионов. Эти проекты. Но я не хочу инвестировать сейчас, потому что я не получу свои коины ранее, чем 27-28, что будет уже после того, как завершится цикл. Поэтому, понимая, что это первый цикл, так что находясь в верной части цикла, это нормально. Но я смотрю вперед, что будет последующей историей или полезным продуктом в следующем цикле. Поэтому мы активно вкладываем в Е3 стекинг. У нас есть несколько проектов, на которых мы сосредоточены с точки зрения стекинга ликвидных деривативов вот в этом направлении. Так что я думаю, главное здесь это циклы. И пример, который я привожу для людей, заключается в том, что Амазон вы могли покупать в 2001, неважно, в то время по 96 долларов. Потом он упал на 95%. Последующие 2-3 года. А теперь, очевидно, для обеих случаев, когда бы вы не покупали в нулевых, либо в 2003, прибыли огромные. Но как много людей может что-то держать при падении в 95%, не продав в течение еще почти 30 лет. Очень немногие это могут сделать, имея их в своем портфеле. Ведь большую часть времени падение было 95%, и вы ждете, что оно пойдет до нуля и не будет расти на 10 тысяч процентов. Так что цена — это все. Я не люблю инвестировать, когда все остальные инвестируют. И сейчас венчурный капитал зарабатывает деньги, заполняет деньгами проекты, и это худшее время для входа. В это пространство. Потому что вы не только не получите ликвидность до конца цикла, но вы еще и платите очень высокую цену. Если мне действительно что-то понравилось, да нахуй, я куплю, когда будет запуск токенов. Я хочу получить супер дешевую цену, которую смогли получить некоторые другие инвесторы, но плюс к этому я смогу продавать, когда захочу. Так что с точки зрения скорректированного риска, мы смещаемся в сторону того, что более ликвидно. То, что мы считаем хорошими проектами. Вот это давайте покупать. применяя риск-менеджмент, а затем иметь возможность продать, когда мы будем считать, что цикл достиг вершины. Затем снова возвращаясь в бизнес с точки зрения планирования бизнеса, когда рынок снова упал в 95%, и никто больше крипто не торгует. Так что я думаю, прежде всего имеет место, конечно, цикл. Не хочу уходить в детали по индивидуальному инвестированию, я придерживаюсь циклов, после чего я ставлю задачи своей команде и ребятам, спрашивая, как вы будете выходить из позиций, как ты рассчитаешься, пока не продашь. Это очень поощряющий подход, где я требую стратегию выхода по каждой инвестиции, в которую я захожу, потому что, со своей личной точки зрения, я не заработаю никаких денег, пока мы не продаем в прибыль. С другими же фондами, долгосрочными позициями, это все немножко другая тема. У тебя есть какой-то фреймворк? От многих людей я слышу вопрос о том, что ранние биткоинеры, давно не находящиеся в бизнесе, теперь занимающиеся мемкоинами, спрашивают, что бы купить, что вырастет в 10х, который мне следует держать. Некоторые задают вопросом о 10 тысячах икс. Если, например, я удвою инвестиции в традиционной системе, ребята задают вопросы, а ждать ли отскока, забирать ли прибыль, выходить ли из сделок? Как ты смотришь на подход закрытия и выхода из позиций, продавая, особенно если ты находишься в плюсе и видишь, что цена, похоже, продолжает движение выше. Что ж, прежде всего, я смотрю на макро-ситуацию, верю ли в то, что криптоцикл разворачивается и больше не имеет потенциала. В 2021-м я точно не назвал вершину, но многие мои последователи, следящие за моими макро-публикациями, к которых я прошел в заключение, подождите, объемы кредитования начинают сокращаться, динамика их роста также развернулась и поехала вниз, зачем мне оставаться в моих сделках? И я все слил, за исключением биткоина и эфира. Я был более чем счастлив видеть их падение в 90 и в 75%, не реализовав их внутри цикла. Но все свои говнокойны я продал к ебаным хуям. Так? Поэтому вот какую ситуацию я в настоящий момент ищу. Мы не определим точный тайминг по вершине каждому токену. Я буду абсолютно счастлив позволить им уйти выше, потому что во время прилива все корабли идут вверх. Но если это качественный продукт, то возможно, я не поймаю его самую вершину, удерживая до самого крупного момента его капитализации. Но если у меня есть общее ощущение того, что пришло время обернуть и выйти из более рискового крипта, потому что я вижу, что макро-ситуация поменялась, то я заберу деньги со стола, снова закину их в биткоин, и, как говорил ранее, буду думать и искать эту теоретическую частичку энергии или инфраструктуру, которую я куплю на биткоины, что у меня есть. Последний вопрос. Самая лучшая инвестиция в твоей жизни и ее предыстория? Лучшая инвестиция, что я сделал, это... Знаю, у тебя есть безумное дерьмо. Что ж, возможно, нужно будет немножко отклониться и перейти в более философский уровень. Итак, в общем, мое время... Слушай, давай-ка не уклоняйся, не уклоняйся. Не-не-не, я не уклоняюсь, я сейчас расскажу об инвестировании. Так что, короче, Итак, я потерял работу в 2013-м, работая в банке. И мне очень повезло в то время быть молодым, без малого 30-летним человеком, без детей, без жены. Ничего такого, о ком бы я должен заботиться с моей ежемесячной зарплатой. Так что, лучше инвестирование, которое я сделал, я инвестировал мое свободное время в крипто и запустил Битмакс. По счастливой случайности, я не вернулся в Трейдфай на какую-нибудь очередную работу. Въебая, как черт, уже долгое время. Это определенно было инвестирование. Ты видишь своих друзей, которые, зарабатывающих сотни тысяч долларов, миллионов, в то время в банках, а ты не можешь просто пойти в бар и купить тебе пиво, потому что ты занят и не можешь делать то, что ты хочешь делать. Так что, это было лучшее инвестирование, что я сделал, поверив в себя, имея это видение и создав Битмакс с моими учредителями и готовность быть очень бедным какое-то время, чтобы это все-таки случилось. Ведь у меня была и другая возможность. Я мог этого не делать. Так что, я думаю, это самое лучшее инвестирование, что я сделал, и очевидно, оно позволило мне делать то, что до этого я не мог позволить себе делать. Так что, в чистом виде, это возможность быть разбитым, это не страшно, что позволило мне сделать лучшее инвестирование. Что здесь интересно, также это позволило тебе получить самое большое богатство. Верно? Странным, запутанным путем Это привело тебя к тому, что как инвестору, реально вкладывающему свой капитал, это круто. Но как предприниматель, если действительно в нужное правильное время ты создаешь еще больше богатства, делая дела, чем большинство инвесторов, то эти необычные вещи приводят к тому, что самое большое количество денег ты срабатываешь не просто вкладывая деньги, а то время, когда твоими стараниями ты вёл себя не так, что «Эй, выпустите меня из этой системы, позвольте войти в другой мир», а скорее чистое противопоставление инвестиций долларов к прибыли, твой случай оказался гораздо лучшим. Да, верно. Посмотри на Уоррена Баффета. Самые большие деньги, которые он смог заработать, были в 90-х. На это ушло большое количество времени. Это не то, что ты просыпаешься утром, «О, класс, я инвестирую в недооцеленную компанию», и внезапно она тебя заваливает потоком денег и кучей долларов ежегодно. Нет, этот козлина работал как черт десятилетиями, чтобы схватить свое состояние и достичь таких прибылей. Это было профессиональное инвестирование. Он не создавал бизнесы. В сравнении, например, с таким, как Цукерберг, который в то время был в возрасте 35 лет, ну, не знаю, и имея 20 или 30 миллиардов долларов за счет того, что создал компанию. Нет, очевидно, оба варианта сложные, а процент успеха очень и очень низкий в обеих случаях. Но, опять же, это одно из как раз этих вещей. Создавая что-то, ты сколачиваешь богатство быстрее. Но в итоге ты получаешь одно и то же в зависимости от выбранного пути. Да, логично. Слушай, где можно почитать твои статьи, чтобы большая аудитория с этим могла ознакомиться? Что ж, на сайте CryptoHaze.Substack или Medium. Там оно есть. Что ж, мой друг, перечитаю это еще раз. Круто. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok